Нет? Расстроилась. Из-за чего? Безгена ешел мы без Идлербля. Мои плохие, оказывается, да? Безгена ешел мы без. Остальные все люди живут. С мужками? Нет. У меня дилерет тоже разошлась. Я так иногда... Тоже иногда толком не жила. Ладно, еще мы похоронили Миргасимна. И? Безвинова то, что он... Ужилга пасхан. Эльфия разошлась. Синекет вообще не получилось. И? И вот то, что мужиков нет, мы плохо живем? Вот ты скажи, мужиков нету, ты плохо живешь, ты зато уже тебе 85 лет. У тебя жизнь как бы удлинилась. А? А сколько случаев, когда мужики своих жен убивают? Бьют, пьянствуют? Ну, все кругом живут с мужьями. И что хорошего там? А все же плохого. Значит, ты не принимаешь тот момент, что ты сейчас без мужика, ты не принимаешь... Ну, ты же можешь сейчас выйти замуж, почему не выходишь? Какой выходишь? А зачем не выходишь? За портой замене. Вот, отмазка. Ну, ты же знаешь, что здесь мужиком надо жить, все, ты должна мужику служить. Ты же это знаешь. Ты хочешь служить мужику? Мам. Было время такое, но не было же мужиков. Ну, маленькие были. А что папке не служила? А на двух маленьких детей никакой мужик не пошел. Почему ты папке не служила? Папа просто я запьяла его. Ты не служила просто ему. Ты не захотела себя убивать. Вот момент. Ты взяла и выбрала себя. А некоторые женщины себя не выбирают. До конца. До конца они живут со своими мужиками, страдают. Это очень мало людей, кто живет счастливо. Понимаешь, мам? Очень мало людей. В основном все страдают. Ты же могла с папкой жить, но ты же сама не захотела. Ты же его любила, но ты не захотела. Потому что ты понимала, что он тебя напрягает своей пьянкой. Ну, нига... Сокмарлова я не нужна была. Вот так отрезал. Он после хотел, чтобы я там жила. Ну, как я... Ну, ты же понимаешь, эти отношения с мужчинами, они к чему-то обязывают тебя. Ты становишься несвободной. И ты все сделал, чтобы чувствовать свободу. Без мужика. Мы никому не нужны, и нам никто не нужен. Поняла? Нет. И не надо цепляться за кого-то, чтобы кто-то мне поможет. Вот мужиком. Ну, поможет он мне мужик сделать. Что, Валентин помогал мне, что ли? Вот он был у меня. Помогал мне? А? А Мордовин Олег? Мордовин Олег? Со своей женой. Что? Она его... Ему служила. Жена его, Юля, служила ему. Жена его. И что? Она умерла. Мордовин, ну, быть, мама сон не давала тоже. Нет. Я тебя к чему говорю? Вот Мордовин женился на Юле. Хорошая жена была. Он ее девчонку взял со школы. И что в итоге-то? Она пьянствовать начала. Она из-за него стала алкашкой. И она чувствует превратилось. Все. Она стала безвольной скотиной. И в итоге она умирает по пьянке. Что хорошего-то, мам? Убил он ее. Да. Что хорошего-то? Он же говорит, вот так бил ее. Ну, он ее ударил, она упала. Нет, я фактурую, что... Вот, пожалуйста, счастливая. Мы бы не знали, что они несчастные, если бы эта ситуация не случилась бы. Если бы она не умерла. А мы бы думали, они счастливые. Они-то оказались несчастливыми, если у них потом скрывается в их семье, что они алкоголики, тихушники. Ты понимаешь? Так что, мам, когда мы смотрим на людей и думаем, что как будто они счастливые, ничего подобного. Ничего подобного, мам. Нет там счастья, понимаешь? Нет, нету. Там только страдания и все. Вот, пожалуйста, мордой на лет. Вот, пожалуйста, сейчас про Салтанат говорят. Салтанат в Казахстане. Девушка молодая, прикинь, у нее муж убил. Они бухали вместе. Я не знаю, она пьяная была, они пьяные, я точно не могу сказать. Они где-то в ресторане, и он ей 8 часов над ней издевался. Тоже со стороны казалась хорошая семья, счастливая. Смысл в чем? Ты разве сейчас плохо живешь? Вот ты сейчас плохо живешь? А в чем бар? Все бар. У тебя все есть для жизни. Надо будет, ты людей наймешь, мужиков наймешь, тебе придут и сделают. Что, ты плохо живешь, что ли? Так что, не обесценивай свою жизнь. Спасибо.